Городской парк культуры и отдыха. Утром, днем, вечером здесь всегда есть посетители. Скоро на сцене будут выступать музыканты, начнутся занятия по танцам и фитнесу. Парк в нашем городе – это место притяжения всех шуян. Здесь мы, у меня еще старший сын есть, мы вечером любим приезжать сюда. Здесь хорошие асфальтовые дорожки, мы катаемся на роликах, на велосипедах. Ну вот теперь будет еще и детская площадка. Именно на этом пустыре в скором времени начнутся строительные работы. Место было выбрано шуянами еще в 21-м году по программе «Комфортная городская среда». В 22-м уточняли детали, какие именно работы провести. Большинство проголосовали за строительство игровой площадки. Туда входит оборудование, три качели. Одна качели, как я говорила ранее, будет с большим подвесом, гнездо. Из своего опыта могу сказать, не только дети любят там кататься, но и родители. Также на площадке будет обустроен спортивный игровой комплекс, то есть оснащен баскетбольным кольцом, кольцами для подтягивания, канатами. И также оборудование паутина для лазни. Также будет предусмотрена зона отдыха для родителей. Покрытие площадки сделают резиновым, подведут асфальтовые дорожки. Благоустройство никак не затронет деревья. Пересадят, возможно, лишь маленькие насаждения. Работу планируют завершить к началу этого лета. Озвучены варианты для преображения и на следующий год. Голосованию у нас предложены две территории. Это Ликушинский парк и территория около МКД на 2-й Южный. Он как бы у нас пустырем являлся. И то есть очень сильно хотим, чтобы все жители выбрали территорию, какую именно они хотят благоустроить. Выбрать территорию на следующий год можно будет на сайте «Городская среда». Голосовать могут граждане от 14 лет. Зарегистрироваться можно по номеру телефона или через госуслуги. Если вдруг у кого-то по каким-то причинам не дружу с интернетом, не понял, как пройти, голосовать не получается, то к вашим услугам волонтеры. У нас очень большой отряд в этом году по области. 460 человек в крупных торговых центрах, в МФЦ. На каких-то массовых площадках будут они работать. Напомню, в этом году в программе принимает участие практически вся область, 26 муниципалитетов за исключением Лухского района. На голосование будет предложено 66 различных территорий. Напоминаю, оно начнется 15 апреля и продлится до конца мая. Алина Марычева, Денис Железов, телекомпания «Барс». Продолжение следует...